Здравствуйте! Это программа «Наше время». Меня зовут Кирилл Политов. Завершил самый стабильный сезон в карьере. Речь идет о барьеристе Сергея Шубенкове. Так вот, только вдумайтесь, в 15 стартах наш земляк был первым 11 раз. При этом спортсмен установил новый рекорд России о секретах подготовки, о знаменитой дуэли с Ямайдсом Амаром Маклеудом и о многом другом. Прямо сейчас и поговорим. Сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта страны Сергей Шубенков и не менее заслуженный его тренер Сергей Клевцов. Здравствуйте, товарищи легкотлеты! Здравствуйте, гражданин интервьюр! Здравствуйте, Сергей Александрович! Первый вопрос к Сергею Шубенкову. Сергей, вот чем запомнился самое яркое воспоминание о сезоне 2018? Самое яркое воспоминание? Ну, честно говоря, такой сезон получился, махом пролетел. 15 стартов, все как один, прям даже не заметил. Какое-то что-то яркое выделить? Ну, только условно, конечно, можем сказать, что победа в финал лиги, рекорд России в Венгрии, 12-92 отличные быстрые секунды. Вот так, он таким одним вот, одним большим общим впечатлением остался скорее, как отличный, неплохой сезон, очень такая работа, ну, как сказать-то, цельная. Ну, скромно, скромно. Сергей Александрович, вам чем запомнил? А я солидарен. Он для меня вот ровно как сезон запомнился. Яркий сезон. 12-92-то. Понимаешь, все же как бы оно идет от одного к другому, то есть нет каких-то отдельных соревнований, ради которых все надо положить. То есть все идет в системе последовательно, одним за одним, и одни соревнования, они нужны ровно для того, чтобы быть готовым к другим соревнованиям. А вот у меня вот следующий вопрос к твоему тренеру, Сергею Александровичу. Откуда появилась вот та самая стабильность? Ну, тут вопрос. И вот там, на самом деле, я на него целый день могу отвечать. От работы? Ну, конечно. Ну, это спрос, диктет предложение, так и здесь есть. Причинно-следственные факторы. То есть, ну, понятно, что могло все и по-другому получиться, но получилось так, и люблю поговорить о делах, которые удались. То есть, вот такая работа, и вот, собственно говоря, как производно, такие результаты, и это хорошо, и это на будущее задел. Весной вы говорили, что сезон будет экспериментально. Вот получается, можно сказать, что эксперимента все-таки, наверное, удался, если так подводить итоги. Вот в полной мере, да или нет? Получилось? Эксперименты для чего же проводят? Для того, чтобы что-то проверить, правильно, когда есть теория, и надо примерно определить, как она работает. А мы болячки судим по итогам. Да, но, соответственно, мы, и главный итог эксперимента — это информация. Мы получили очень много нужных нам сведений, которые помогут в подготовке. То есть, как работать можно, как нельзя, что нужно делать, чего не делать, сколько времени на это нужно, как дни распределить. Если там две недели, если одна неделя, если их три, что делать в подготовительный период? То есть, это вот это все очень важно. Это, в первую очередь, для последующих сезонов нам пригодится. Сергей Александрович, а вот почему решились-то на этот эксперимент? Ведь все-таки есть такая пословица «от добра добра не ищут». Ну что такие, так плохи были прошлые сезоны? Ну, на самом деле нет, конечно. Но вопрос-то в чем? Этот год, он сам по себе как бы не имел какого-то очень серьезного, главного, единственного и самого важного старта. Поэтому можно было поискать. С учетом тех факторов, что все равно все как по маленькому-то приедается, вот, и я очень сильно надеюсь, что Сергей еще бегает и бегает. Ну, просто те вещи, которые мы делали, например, много лет, они стратегически, безусловно, видимо, все правильные, а какие-то тактические приемы чуть более острые, их нужно было искать. Все где-то, может быть, перестанет работать так ярко и эффективно. Плюс, ведь на самом деле, когда ты находишься вот на таком уровне, на уровне достаточно высоком, все сложнее и сложнее добавлять. И думать, что мы будем делать то же, что и делали, и результат будет расти, наверное, не совсем правильно, он будет оставаться на каком-то уровне. Мы хотели вырасти, вот, в общем, да, вот это удалось. Но мне кажется, тогда получается слово «эксперимент» здесь не совсем подходит, какие-то корректировки в тренировках. Вот, наверное, это более точное выражение. Вот это вы, да, все уступили за слово «экспериментарь». Мы так, наверное, и не говорили, он будет интересный и необычный, он будет больше стартов, поскольку. Ну, да ладно, это я сказал, беру на себя. И я первый начал говорить, что это эксперименты, ну, что-то поменяли, что-то посмотреть. У вас с ним один-один, я-то один-олю, иду, и все. Да, пока видят. Пачка в то виду. Пока видят, хорошо, нагорелись. Экспериментально мы все такие, ну, ничего себе, значит, там какие-то серьезные будут корректировки, опять же, в тренировках. Корректировки были, но они, ну, они, как бы, так сказать-то, они внешне несерьезные кажутся. Как-то там много микроциклов было подготовительных. Человек непосвященный, вряд ли что-то в них там. Поэтому и объяснить смысла нет, как человек непосвященный. Отдельной строкой, отдельной строкой. Амар Маклеот, будь он не ладен, действующий чемпион мира и действующий олимпийский чемпион. В этом сезоне, Сергей, тебе удалось его обогнать аж целых три раза. Все-таки, за счет чего? В Венгрии, Лазанье, где третий-то было? А, в Париже? Нет. Друзья мои, вы считаете, что ты говорил три раза? Это ты говорил два раза? Да кто ты его сбил? Два раза. В Венгрии, Лазанье, он сойдет. В Венгрии, Лазанье. Два раза мы ему проиграли, это Шанхай и Юджин. Но это не все-то, начало сезона. А потом лошадка сбоила. Нет, а там потом у них, как ты сказал, дуэль, там дуэли не было. Там уже такой группен секс вместе бились. Он как-то вторым-то ни разу не пробежал на самом деле, правильно? Правильно. За счет чего все-таки получилось? Физика, психология или все вместе? Ну, почему он так? Действительно, он сломался в каком-то моменте? Ну, судя по тому, как он все-таки по дистанции начинал бежать и бежал вперед, он готов-то, в общем-то, неплохо. И видно, что он бежит. Результаты у нас примерно с ним одного уровня. Но, конечно, этот парень, ну, явно видно по тому, как он бежит, что вот как только я начинаю его чуть-чуть обгонять, он ломается. Такое с ним было раньше, ну, довольно часто. То есть, Пекин, 14-й год до этого. Он, в принципе, примерно так и бежал. Но у него получались такие фееричные секунды, как 12-90, да, там. Он был всегда очень силен, но он всегда был очень нестабилен. Пришел год 16-й, когда нас не было. Дальше за ним последовал год 17-й, когда все шло как бы на, ну, как сказать... Коммерции по накатанному. Коммерции по накатанному, да. То есть, мне по накатанному надо было из ямы выгребать, а ему по инерции можно было катить дальше. А ему лучше в яму заехать. Ну, вот он, наверное, и заехал в эту яму, получился. Нам за ним не платят. Ну, ваше мнение какое? Ну, во-первых, парень совершенно определенно боится прессинга. Это очевидно. Ну, конечно, он эти проблемы может и решить. Я уже много раз говорил, что человек натурально, функционально очень силен. Решит, решит. То есть, это где-то в голове? Ну, не знаю. Мы же не можем тоже из-за подготовки получаться. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Там раз она то же самое было. Ну, да. Потом вообще все. Ну, где-то пять барьеров там все было хорошо. Обратная сторона Шипова к Шибенкову. А вам все. Слава Богу. Отдельно, опять же, строкой чемпионат Европы. Серебро. Вы, как мне показалось, расстроились этому результату. Мы, болельщики, все-таки, за многих скажу, довольны этим результатом. Несмотря ни на что. Что пошло не так-то? Ну, во-первых, если вы, как болельщики, довольны, то делает вам честь. Значит, вы, в принципе, все равно понимаете, что цена европейского серебра, она так и какая-то не есть. В общем-то, она как-то принижается. А мы же сами планку покинуем. Да, к хорошему-то быстро привыкаем. Выиграл раз, выиграл два, уже выиграл три. Уже не так интересно. Уже надо не просто выигрывать. Как сказала Наталья Богословская, просто супер ведущая. Ой. Ольга Богословская. Ну, выиграл бы Европу, и было бы понятно, кто первый номер. То есть, ей до сих пор непонятно, кто первый номер. Не доходит. Не догоняет она, да. Так что пошло не так-то? Все пошло так. Просто мы же в начале беседы об этом говорили, что мы какие-то вещи просто пробовали. Где-то, ну, я еще раз эти слова скажу, в 50-е. Немножко беспечность, немножко желание поберечь его. Потому что еще кусок сезона там за Европой был, как бы предполагалось, что будет четыре старта. Но осталось там по каким-то обстоятельствам их три. Мы просто не посчитали, что видно было, что, ну, наверное, скорее всего, что рекорды не установите. Победить и так хватит. Но если бы что-то пошло не так, после Европы не было. И 12-97 бы, и 13-03, и 13-09 на полутора ногах не было бы. Но вот эта жертва чемпионата Европы, это действительно то, ради чего стоило? Я повторяю, чемпионат Европы не тот старт, ради которого все надо зарыть. То есть это было принято решение, исходя из совершенно определенных факторов. Он у меня впереди четыре старта. Понимаешь, как бы, когда мы берем столько стартов, я тоже не робот. И у меня организм, он тоже дает знать о себе, что у него есть какой-то предел, и что этот предел, он все ближе, ближе, ближе и ближе, и ресурсов становится все меньше, меньше и меньше. То есть у меня под конец сезона начинаются всякие такие болячки вылазить, которые без явных на то причин, ну, как, ну, как, что, значит, без причин? Столько нагрузок, каждый день тренировки, соревнования. То есть я называю это, начинаю болеть от жизни. Давай его успокоим, давай его успокоим. Скажем, если бы мы примерно знали, что так все в Берлине закончится, мы бы чуть по-другому себя повели. Так нормально? Пойдет. А давайте вот выясним телезрителям, вот 15 стартов в 2018 сезоне, а обычно сколько стартов для телезрителей? Максимально было один раз 11. 11? Почему решились вот на этот шаг увеличить количество стартов? Ну, мы поговорили с Серегой, там сейчас... А давай попробуем, Серега, давай попробуем. Да что не побегать? Маленький родился, дома все равно, там, Ярослав не такой, чтобы сильно спящий и так далее. Серега, хочешь побегать? Давайте опять телезрителям поясним, что в этом году у Сергея родился сын Ярослав, с чем мы его еще раз и поздравляем. Спасибо. Мы все обсудили, да, кстати, поздравления. Очередные, ну, мне приходится, куда деваться. Вот, мы обсудили все. Серега, хочешь побегать? Ну, в принципе, да. Тем более, он соревноваться очень любит. Вот это его очень сильная черта. Он реально любит соревноваться. А как ты отреагировал на вот это предложение? Вот, ну, первые мысли какие? Да ладно, да вы что? Или нормально? Нет, я абсолютно нормально. То есть, я, в принципе, себя не чувствую уставшим, вот, в моральном плане. То есть, я получаю удовольствие. Мне действительно очень нравится то, что я делаю. Я бы сейчас и дальше продолжал ездить. То есть, вот я, получается, 9, да, сентября у меня был... То есть, тебе нечего бежать или бежать охота прям... Да, то есть, я еще вполне готов, мог бегать. Форму позволял. 13.03. Если бы не отвалились, нижние конфигурации. Ну, они бы отвалились, естественно, бегая дальше. То есть, здесь все равно это молодой. На этот счет был такой великий боксер. Великий, действительно. Рой Джонс младший. У него девиз какой был. Мне весело в бою. Вот, примерно, то же самое. Ему весело в бою. Натурально. Ты весел? Я думаю, там очень. Отдельно, опять же, строкой нашумевшая история про базу. Училище Олимпийского резерва ТИР, который разваливается, который нужно ремонтировать. Как сейчас развивается эта история? Слава богу, ремонтировать начнут. Начнут. На этой неделе начнут. Начнут. Политическое решение принято, будет восстанавливать, слава богу. Вам предложили, тем не менее, несколько вариантов. Это манеж политехнического вуза и с дюшер номер два. Правильно или нет? С дюшер номер два, на самом деле, у нас и было. А, собственно, и это место, которое, безусловно, занимает какой-то очень серьезный плац нашей подготовки. Ну, не более того, там нельзя одно за счет другого. Одно к другому. Там, на самом деле, если ты у нас бываешь, что тревка часто, ты понимаешь, мы и так минимумом обходимся. Так вот, да, давайте поясним людям-то. Вот они со стороны смотрят, скажут, ну, тир и тир, ну и что тут такого? Почему бы им не переехать в тот же манеж, например, да, Сергей? Почему бы нам не переехать в манеж? Ну, например, ну, так, ну, расскажите. Ну, во-первых, повторяю, есть манеж, он большой, и все. Он не так упакован, и он не так будет удобен нам для наших тренировок. Во-первых, там много посторонних людей в это время будет заниматься, которые, ну, тоже они занимаются, они тоже тренируются, и мы это уважаем. Ну, нам-то от этого как бы не легче, если они станут нам мешать. Ну, или мы станем им мешать, неважно, то есть, чтобы политкорректно было. То есть, еще одна, скажем, еще один фактор, еще одна сторона. Плюс, мы худо-бедно в этом тире столько каких-то удобных таких вещей под наш тренировочный процесс набили, помаленьку, потихоньку, у нас там их нет. Ну, и уже последнее совсем. Мы в нашем тире, какой бы он ни был, можем соревноваться и бегать в шиповках, там, условно говоря, на каком-то количестве барьеров. В манеже в шиповках мы бегать, в общем-то, не сможем. Да, мы были там с Сергеем, мы посмотрели, какие там... Там дорожка прекрасная, ну, она вся в дырах. В кавычках. Да, ну, конечно, к чести стоит отметить, что с ней делают все, что могут, и дыры как могут латают, заклеивают, там, эти кусочки нарезают, стараются как-то это дело все починить, но состояние там, конечно, ужасное. Ну, да, там, момент, что мы два раза в манеже, например, не сможем тренироваться. Ну, да, это все-таки учебное заведение, то есть, утром по утрам он занят. Ну, не хозяева, он там, натуральный, ну, там, арендатор. Сергей, ну, вот честно, вот, есть ли желание вот сменить регион все-таки? Нет. Сергей сказал, что в любую точку планеты он может тренироваться в божечке, в принципе. Вот ты же спрашиваешь, хочет или не хочет. А хотеть, значит, мощь, понимаешь? А мощь не значит хотеть. Да, вот как бы воротном стороне работать. Мы и так тренируемся довольно много, и на базе в Сочи, и в Новогорске. В Новогорске? Ну, это же Сочи. Я понимаю, ну, в Сочи другая база, а то подумай. Ну, так, в Сочи много базов. Нет, если там Югспорт, это Сочи. Да, ну, в Адлере, хорошо, пусть будет Адлер. Мы тренируемся в Новогорске, то есть мы там времени достаточно проводим. То есть у нас база подготовки-то такая уже устоявшаяся, и она, в принципе, вот по всей стране. По домам в Барнаул есть Барнаул. То есть мне здесь тоже нужно, мне тоже нужно тренироваться именно здесь, я хочу тренироваться здесь. И здесь, в общем-то, все для этого есть. В каком-то состоянии. Ты как-то заметил, мы собираем здесь нашу тренировку-то, судя по результатам. Можешь сделать вывод? Мы же ее собираем. Ну, да. А тренироваться вот так вот... Ну, помните, как мы на локомотиве тоже тренировались? Да, на локомотиве, да. Был, потом все меньше, 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 меньше. Мы же там тренировались, и ничего, и тоже результаты были, и у меня тогда не было результатов. Ну, ты маленький еще вывод. У других людей были результаты. То есть, в принципе, как сказать-то, от условий, ну, к себе надо в первую очередь требовать. Нет, там же тоже, можно, например, есть каким-то минимумом, люди обходятся. А из этого минимума, если начнешь уже что-то изымать, то уже можем и не обойтись, и уже наверняка не обойдемся. То есть, ну, ничего, предположим, сильно не появилось в последнее время. Лабиринт. Ну, это уже не самое последнее время, это уже несколько лет. Просто оно так летит, у тебя уже сын родился, а ты ее не заметил. А начинаем забирать, 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 и на каком-то этапе понимаешь, что готовиться-то уже и негде. Значит, а с межсезонья поделитесь планами, Сергей? Отдыхать? Живут же люди, а? Отдыхать, проводить время с семьей, конечно, да. Куда поедете? Ну, расскажи. Ну, традиционно в Белокуриху восстанавливаться я поеду, но это, наверное, чуть попозже. Ну, в общем-то, там тоже отличная база, мне очень нравится. И туда уже несколько лет подряд езжу для восстановления, там больше не отдых, и не совсем лечения. Так что вот восстановиться туда, съездить будет отлично. Вот, ну, на моря в этом году заехать не получится, в связи с вышеозначенными причинами. Приятными. Приятными, безусловно. Вот, пытаюсь нагулять здесь, все, что не нагуляю на морях. Сергей Александрович, вы? Ну, а я что? Мне учиться работать, как учит коммунистическая партия. У меня работа, сезон соревнований. Сейчас вот 10 октября, как раз выезжаем ровно туда, в Адлер, о чем Серега говорил. Первый сбор, потом второй там... У вас прям, ну, бесконечные сборы, тренировки. А, Сергей Александрович, он даже в отпуск не ходит. Да, это кто на кого учился, на самом деле. Он как-то раз, он как-то, я сейчас устаревшую, он как-то раз ходил в отпуск, знаешь, куда он поехал? Куда? В Адлер. Так и нет, Сергей. На неделе. Три месяца в году и так проводит, работает, а когда отпуск, нужно ехать, ты туда же, куда ты работаешь, правильно? Я ходил, Тань, и говорил, о, тут мы тренируемся, а тут мы бегем, ходил, я же там. То же самое, только полно народу. Здорово, замечательно. Спасибо вам большое, спасибо. Побед вам в будущем сезоне. Спасибо. Спасибо за этот самый стабильный сезон. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова